Гонки по вертикали устроили водители возле дома на Химаше. Ежедневно в час пика они срезают путь через двор. Причем так торопятся, что не считают нужным снизить скорость. Из-за лихачей дети находятся в опасности. Как запретить проезд, знает городской дозор. Этот переулок в часе пик вызывает тревогу местных жителей. Автомобилисты, сокращая дорогу, устроили здесь транзитный проезд. Объезжая светофоры, машины начинают с 7 утра. В это же время в школу идут дети. Дорогу им никто не уступает. Транзитники даже скорость не снижают. Машины носятся в двух шагах от подъезда. Стоит мамочке на секунду отвлечься и быть в беде. Ребенок выскочит и может под колеса попасть. Потому что поток большой. Пока обходится без ЧП. Но зачем ждать трагедии, рассуждают местные. Надо закрывать транзитный проезд. Загородить, наверное, с одной стороны. Шлобаум, может. Ну, шлобаум, ну, вряд ли поставят. Может, плиту положить какую-то. Поскольку проезд – это придомовая территория, за помощью надо обращаться коммунальщикам. Управляющие компании готовы пойти навстречу. Но жильцам нужно провести общее собрание. Не менее двух третий собственников должны проголосовать за перекрытие. Также следует решить, где взять деньги на работы. Управляющая компания, получив данный протокол, готова оказать собственникам всяческое содействие, а также выполнить все те необходимые виды работ, которые указаны в протоколе. То есть мы в обязательном порядке содействие окажем. Но собрание, говорят местные, провести сложно. Большинство собственников здесь не живут. Квартиры сдаются. Да и денег на счету дома нет. Как же быть? Еще один вариант. Обратиться в комитет по транспорту с просьбой установить на въезде во двор запрещающие знаки. В этом случае решение общего собрания не требуется. И оформить такое заявление может любой житель дома. Юрий Шумков, Владислав Колупаев. Городской дозор. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова